Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу, как обезопасить себя при общении в сети с помощью мессенджера Сигнал. Сигнал – это мобильное приложение для устройств на базе Android и iOS, которое обеспечивает приватность звонков и переписки. И именно это приложение рекомендует Эдвард Сноуден. Разработчик приложения – компания Open Whisper Systems, разработала, собственно, технологию защиты телефонных переговоров и частной переписки. Вся информация шифруется, и даже создатели приложения не могут получить к ней доступ. В доказательство этому у приложения полностью открытый исходный код, и все, кто хочет посмотреть его, могут сделать это на GitHub. Приложение Сигнал является наследником ранее выпущенных приложений RedFone и TextSecure, обеспечивающих безопасную коммуникацию с помощью звонков и текстовых сообщений. Сигнал объединил функционал этих программ и дополнился простым и понятным интерфейсом. Новое приложение поддерживает RedFone и TextSecure, и это значит, что можно общаться с пользователями этих мессенджеров. При первом запуске программы пользователю предлагается привязать свой аккаунт к телефонному номеру, для чего нужно ввести код, полученный по SMS. Для зашифрованного общения необходимо, чтобы оба абонента использовали сигнал. В том случае, если вы выберете в адресной книге абонента, не зарегистрированного в сигнал, ему будет выслано предложение скачать и установить эту программу. Главное отличие программы сигнала существующих конкурентов заключается в надежных алгоритмах шифрования и простом интерфейсе. Основной принцип работы приложения для защиты голосовых разговоров такой. Приложение генерирует случайную пару слов для каждого разговора, например, как на этом скриншоте. Собеседники могут сопоставить эту пару слов, просто прочитав их вслух друг другу последовательно. Если они не совпадают, это значит, что к разговору присоединилась третья сторона. Скачать и использовать программу сигнал можно совершенно бесплатно на устройствах под управлением iOS и Android.